Этот артист Известность и славу И режиссер-установщик Марк Розовский доверили главную роль неизвестному до того момента вокалисту Альберту Асадулину, но они не ошиблись. С ансамблем «Поющие гитары» и рок-оперой Альберт Асадулин за пять лет гастролей проколесил весь Советский Союз. Успех спектакля был грандиозным. Все выступления проходили в переполненных залах, и зрители хотели слышать только одного орфея – Асадулина. Рок-опера вообще стала необычайным прорывом в советской музыке, давшей мощный импульс к созданию нового музыкального направления. Это была музыкальная сенсация. Она стала заметным явлением не только в советской стране, но и за рубежом. Музыкальный мир признал Альберта Асадулина выдающимся вокалистом. После исполнения роли орфея имя Альберта Асадулина было внесено во всемирную энциклопедию «Жаз, рок и поп-музыки» наравне с выдающимися музыкантами двадцатого столетия. Итак, Альберт Асадулин. Альберт Асадулина. Не срывая его золотой цветок Где росы непорочная капля Ты опустись на траву И сквозь хрустали красы Посмотри, посмотри на мир Посмотри на солнце, на солнце Чистый капль росы тает радуга Чистый капль росы тайна радости В этой маленькой капельке росы Озеро, целое озеро Озеро нашей любви Не срывая его золотой цветок Где росы непорочная капля Ты опустись на траву И сквозь хрустали красы Посмотри на мир Посмотри на мир Не срывая его золотой цветок И сквозь хрустали красы И сквозь хрустали красы Поверьте, каждое утро На утренней молитве я Говорю Господи, спасибо Тебе за этот Великий дар Который он меня наградил И пусть он Как можно дольше До конца моих дней Звучит и На радость людям И во славу Тебя Это искренне Я так думаю Я так говорю Говорю Потому что это Правда Это чудо Как я понимаю Голос Это чудо И однажды я сказал Что Был эпиграф В моей программе Которая называлась Голос И эпиграф был Я написал так быстро Так что такое За всю историю человечества На Земле было создано Сотни тысяч Прекрасных Музыкальных инструментов Но есть Один инструмент Которому не прикоснулся Ни один палец Человека Это Голос